МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава миссии долгосрочных наблюдателей ОБСЕ Дэн Эдвардс. По его словам, в ходе этих выборов были отмечены те же недостатки, что были и во время предыдущих выборов. «Картина неоднородная, есть некоторое разочарование, что не было достигнуто значительного прогресса, и эти выборы должны были пройти лучше. Но мы надеемся, что будущие выборы пройдут на действительно демократической основе», заключил Эдвардс. На это уже дал ответ советник президента Казахстана по политическим вопросам Ермухамед Ертезбаев. Мол, ОБСЕ – это такая придирчивая организация, что не дала бы положительные оценки и президентским выборам в США. Они, в смысле ОБСЕ, считает Ертезбаев, должны понять, что существует всенародная поддержка президента. 95,5% – это, как считает советник президента, реальная цифра. Многонациональный народ Казахстана свой выбор сделал. Конец цитаты. На связи с нами сейчас пелитолог Алексей Малашенко. Алексей Пселудович, здравствуйте. А слышно ли меня? Здравствуйте. Вам, как кажется, 95,5% поддержки президента Казахстана реальной цифры? Это абсолютно советская цифра или чеченская цифра. И она явно не отражает то отношение к Назарбаеву, которое имеет место быть в обществе. Безусловно, его поддерживает большинство, то есть там 50-60%. Это ясно, это не вызывает сомнений даже у оппозиции, которые втихаря там существуют. Но 95% это не солидно. Это я считаю, что его просто подставили. Но все посмеялись, опять вспомнили Советский Союз. А если к этому добавить, что у него было 4 оппонента, один из которых в итоге проголосовал за Назарбаева, то это выглядит как достаточно такая плохо поставленная провинциальная оперета. Хотя совершенно понятно, что эта оперета и какую-то цель свою выполнила, какую-то задачу. А в чем смысл вот этого? Если бы действительно Назарбаев победил с показателем 62%, это, по мнению президента Казахстана, как-то не солидно бы выглядело? Ну, это надо отдать должное политической культуре тех людей, которые все это провернули. Я думаю, что в любом случае победа Назарбаева была обеспечена. Другое дело, что возникли опасения среди его эклевретов, да, а может быть даже в силу возраста и у него самого, что надо чего-то проводить как можно быстрее, чтобы еще раз подтвердить, что он остается навсегда, что он пользуется полной поддержкой, и тем самым положить все спекуляции на тему, кто будет после него. Потому что вот такого разговора сейчас очень болезненно воспринимаются в элите, в правящей элите, в приближенной к монарху элите и Казахстана, и Узбекистана. А так, все ясно, все в порядке 95% в Казахстане. Спасибо, Алексей Силович. Плитолог Алексей Малошенко, плитолог Московского центра Карнеги на прямой связи со студией «Дождя». Смотрите в базовом пакете НТВ Блюз, Континент ТВ, в ваших айфон и айпад и на сайте tvrain.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова